Пушкинская библиотека. Пушкинская библиотека – это особое место в Перми, в Пермском культурном пространстве, в отличие от Горькой библиотеки, которая появляется гораздо позднее, которая более официальна, чем Пушкинская библиотека. А Пушкинская библиотека – это нечто более сердечное, конечно. Так получилось, что я в годы юности был записан в эту библиотеку, я все время брал книги. Там проходит, в отличие от Горьковской. У нас существовали две библиотеки, Горьковская и Пушкинская библиотека. Горьковская – это продукт советской цивилизации. Совершенно верно. Артефакт. Да, да. А Пушкинская – это что-то более существенное. Название Горькое, да? Да, да, да. Конечно. Причем для нас не существует уже, хотя быков его пытается вывести из небытия. То есть не случайно, что именно в Пушкинской библиотеке проходят сейчас самые интересные встречи с теми, кто к нам приезжает. Я помню, в 90-е годы, когда фонд Юрятин инициировал встречи с поэтами, литературоведами, критиками именно Пушкинской библиотеки. То есть Пушкинская библиотека до сих пор – это какой-то живой нерв пермской культуры, да. Я бы даже сказал, бренд пермской культуры. Она все еще, она все еще, там все еще токает, токает, токает. А если связать его, вот этот ток пермской культуры с, как это выразить, взаимодействие пермских личностей, я бы называл представителей польской интеллигенции, да? Если собрать их вместе, как это все назвать? Конгресс пермской интеллигенции, уже так надо на нами. Нет, это ведь живой организм, да. Мы говорим о нескольких десятках людей, да, которые между собой взаимодействуют годами, дружат, не знаю, или там враждуют, да? Они сообщают, защищаются от варягов, я бы так сказал, вот из Москвы. Вот что вы про это скажете? Вообще, как вы это сформулируете? Потому что я не могу это как-то одним словом сформулировать. Это уже не имеет отношения в Пушкинской библиотеке? Ну, они же там собираются часто, тоже в том числе, можно с этим связаться? Ну да. То есть, как бы, ты сказал, что они представители, не знаю, древолюционной России, что ли, да, вот новой инкарнации? Ну, в Пушкинской волею судьбы, Пушкинская библиотека, это площадка, где традиционно встречаются вот такого рода люди. Я не знаю, есть ли еще одна, хотя бы одна такая площадка в Перми. Может, кто-нибудь добавит еще? Не знаю. Ну вот, пока-пока, Пушкинская библиотека, это такое единственное место, по крайней мере, реальное место, место в реале. А в виртуале, конечно, вот сейчас мы начинаем общаться уже и в интернете. Это было бы неплохо, если появилась еще и виртуальная площадка для постоянного общения. Не обязательно в Facebook, а создать что-то еще, что-то в этом роде, такую виртуальную Пушкинскую библиотеку. Вот почему это происходит на Пушкинской библиотеке, я не знаю. Такова традиция. То есть, традиция усиливается в 90-е годы и продолжается в нулевые годы, особенно два последних стилетика. То есть, там люди освещают через, не знаю, пастернаковский роман, они вступают ногами буквально, да, в эту традицию? Не знаю, не знаю. В литературу? Не знаю, не знаю. Она там живет. Хотя в 90-е годы, не думаю, что все люди, которые собирались в Пушкинке, они ностальгировали по пастернаку, они понимали, что в романе Пушкинская библиотека как-то связана с доктором Живаго, где сидела Лара, читала там, читала книги. Не знаю, не знаю. Это, 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 на это просто трудно ответить. Просто это некая данность. Пушкинская библиотека – это место встречи, которое пока изменить нельзя. Пушкинская библиотека – это место, где я работаю. Это мое основное место работы. Хотя я хотел бы, не хотел бы рвать отношения с моей иммаматором, с университетом, у меня это вполне понятное чувство. Но Пермская вышка – это основное место моей работы. Я там работаю уже около 10 лет. Это, конечно, там есть своя атмосфера. Атмосфера Московской вышки в некотором случае присутствует, конечно, и в Перме. Хотя и не вполне, я бы так сказал. Но там есть, там есть своя аура, там есть какой-то жизненный стиль. Ну, скажем, в Пермской вышке люди, наверное, больше учатся, чем в университете, мне так кажется. То есть там сама система, так называемая модульная система, она заставляет человека все время, все время, все время жить в напряжении. И не дает им расслабляться. И мне это нравится. Только так, только так человека можно вывести на какую-то свою собственную траекторию. Для этого он должен научиться бежать. Для меня парадокс, что один из наших выдающихся культурологов, я про вас говорю, работает в высшей школе экономики. Вы бы о это не задумывались? Что как-то вам там комфортнее, чем в классическом университете? Это с чем связано? Ну, я бы не сказал, что вышка некомфортнее, чем в классическом университете. Я бы так не сказал. Просто вышка – это другое. Если говорить о человеческом общении, то об общении с коллегами, то, конечно, в университете у меня много знакомых, с которыми мы можем просто постоять, потрепаться. В вышке это невозможно. В вышке у тебя дела, ты должен идти. А там не до этого, не до этого. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот это, опять же, некая данность, с которой ты должен считаться. В вышке я общаюсь преимущественно, разумеется, со студентами, а не с преподавателями. Это не значит, что я как-то не чувствую себя, чувствую себя дискомфортно. Мне комфортно, что-нибудь. Ну, вот так получается. И потом, и потом в вышке появился, как я уже говорил, гуманитарный факультет. Вышка идет против течения. То есть она прет против рожна. Она создает гуманитарный факультет в то время, когда во многих странах высшее образование, расходы на высшее образование, прежде всего на гуманитарное образование, они сокращаются. Это мировой тренд, это не только наш тренд. Это больно, но вот это реальность. А вышка идет против этой реальности. То есть она работает скорее на будущее. Потому что если исходить из нашего, из нашего нынешнего сегодня, из бытия нашего нынешнего, все это, все это лишнее. И лишнее надо убирать, убирать. То, что нельзя воплотить в деньги, все это убирается, 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 убирается. Философия. Кому нужна эта философия? А Мышкина есть. Вот это любопытно. То есть мне кажется, что вышка как-то она вслушивается в будущее, она понимает, что в скором времени гуманитарное образование станет нужным. Сейчас нет. Остальные идут скорее в плаву по течению. Гуманитарные технологии, ваши терминологии, которые создадут человека новой эпохи, они как раз и появятся в таких заведениях, как вышка. Не исключено, они появятся в тех учебных заведениях, которые понимают, что, как говорит Лев Любимов, раньше он был проректором вышки, сейчас, я даже честно не знаю, кто он сейчас, но он курирует вышку. И время от времени мы с ним встречаемся. Это время одной из последних тысяч он говорил, что надо загружать правое полушарие студента. Надо обязательно загружать правое полушарие студента. Я с этим совершенно на все 100 согласен. Именно это надо делать. Вот только тогда будет прорыв. Только тогда будет прорыв в метапредметность. То, что педагогика называет метапредметностью. То есть только тогда ты будешь форсировать междисциплинарные барьеры и выходить в пространство, в универсальное пространство общения. Вот тогда и будет возможно трансцендировать себя по ту сторону всех определений. И ты будешь спокойно переходить из сферы в сферу дисциплины, в дисциплину. Вот такой человек нам нужен. И, и, ну, любимых-то хорошо понимает. Вы чувствуете это вот? На днях читал я с Эдмитрием Губин, известный наш публицист и телеведущий, которого везде увольняют, да, за свободомыслие. Он пишет о том, что однажды у него он почувствовал, что советские интеллигенты были слишком узкими. Они читали только то, что было разрешено. Их всю жизнь, как эти растения, подрезали. У них не было никаких источников. И вот они выросли уродами интеллектуальными. Они пропустили всю традицию западную, всей этой вот западного диалога, да, западной ветви христианства и так далее. И в итоге советские интеллигенты превратились в таких вот неприспособленных к жизни, я бы не сказал, даже не интеллектуалов, а вот людей без будущего. А вот вышка и московская вышка, они пытаются производить новых людей, да, свободных, которые свободно владеют этим категориями мировой цивилизацией двухтысячелетней. Может быть, что-то вот с этим связано? Разница между нашими университетами и вышкой или нет? Или вы про другое думаете? Мне кажется, что советский интеллигент все же был полноправным наследником всей мировой культуры. И в этом смысле он противостоял совку. Вот именно в этом смысле. То есть они считали все. Они считали и Ливия, и Строуса уже с 60-х годов. Они уже были в курсе. Но доступ слишком был все-таки ограничен. Да, конечно, конечно. Это Московская интеллигенция, прежде всего, но так получается, что у нас есть только один город. Москва, увы. Это очень печально, это очень несправедливо. У меня к Москве масса претензий по этому поводу. Я не люблю Москву и даже иногда перехожу на ненависть. Но это ненависть человека, который живет не в Москве и который, наверное, заведует тому, что происходит. Все, что все главное в совоке происходит в Москве. Но наши интеллигенты кажутся мне вполне полноценными существами. Вполне полноценными существами. Наши интеллигенты, они все-таки защищали свободу, внутреннюю свободу человека. Наши интеллигенты советские, это в сущности церковь. Да, это была сектантская ветвь цивилизации. Я бы не сказал. Это была церковь, где задавались ценности человеческого достоинства и ценности человеческой независимости. Это было единственное убежище человеческой свободы. Фим Жара прекрасно показала. В этом смысле они не были сектантами. Сектанты – это извращенная духовность, а это нормальная духовность. Вполне нормальная. Давайте представим, что библиотека, в ней 100 залов. У советских интеллигентов был доступ только к одному из 100 залов, потому что страна была закрытая. Вот я про это говорю? Мне кажется, что если их диапазон культурного восприятия был насильственно сужен, это не значит, что они не были наследниками мировой культуры. Мне кажется, что именно они, именно интеллигенты, спасли традицию мировой культуры и не дали превратить всех нас в барана в советское время. Им надо за это поставить памятник неизвестному интеллигенту и вечный огонь. Вот это надо сделать. Другое дело, что сейчас, с 90-х годов, эта генерация кончается. Это верно. Русских интеллигентов в известном смысле больше нет. Или, может быть, на время традиция как-то пресеклась, или просто как-то, ну как вот речка, как, не знаю, река, река в летнюю жару пересохла, рослая, немного пересохла. Но я надеюсь, что эти традиции, традиции все же возобновятся. Потому что интеллигенты были теми, кто задавали моральные образцы. Только интеллигенты, как мне кажется, задавали. Ну, может быть, не только интеллигенты, но вообще, люди же нуждаются в моральных образцах, правда? Вот сейчас у нас их нет. У нас нет героев моральных. Мы живем совершенно аморальной стране. И особенность, посмотрите вверх, конечно, это моральный коллапс. И без героев, без моральных героев, ну, как показывают последние события, у нас есть. У нас все-таки есть моральные герои. У нас есть люди, которые хотят жить не по лжи. Вот интеллигенты, мне кажется, были медакими людьми. Другое дело, что сейчас их нет. Сейчас мы все, большая часть из них, конечно, вот та генерация, она во многом уменьшилась. До невидимой статистики величины. Той интеллигенции уже, конечно, нет. Здесь остались единицы. Вот.